В эфире программа «Классный час» на Беларусь 4 Гомель. Этот выпуск для вас проведем мы, Дарья Чуйкова и Валерия Дробышевская. Сегодня в программе. Наша коллега Арина Синенок расскажет о том, как построить мост «Будущее» между Китаем и Беларусью. Она победила в международном конкурсе. А вот Кристина Журай с Калинковичей знает, как исполнять песни, чтобы у служителей мурашки бежали от удовольствия. Вы узнаете, благодаря чему спортивный клуб «Спорт-данс» 45-й школы Гомеля так популярен в Европе. Балалаечник, конферансье, теннисист, семилетний Арсей Барков, герой рубрики «Я талант». И ты без меня не смогла бы узнать, зачем нужен лобзик, неужто лобзать? Наши корреспонденты Анастасия Старушкова и Евгения Кавлина побывали на юбилейной выставке музея Дворца Румянцевых и Паскевичей. Ну а разговор с психологом пойдет о взаимоотношениях между мальчиками и девочками. Об этом в нашей программе. К одному из самых древних музеев мира относится музей музыкальных инструментов династии Хань, который был найден археологами в 2000 году в Поднебесной. Музей насчитывает 150 отлично сохранившихся экспонатов, среди которых дудочки из костей, лейты разных форм и размеров, колокола из бронзы. Еще одним из самых старых музеев является галерея Уфицы. Она находится в самом сердце итальянской Флоренции. Это дом для лучших из лучших шедевров гениальных мастеров кисти Боттичелли и Рафаэля, Леонардо да Винчи и Микеланджело, Джотто и Тициана, Караваджо и Рубенса. Одним из главных исторических и культурных памятников Британии является Британский музей, основанный в 1753 году. Первыми экспонатами музея стали ценные произведения искусства графа Харли, антиквара Коттона и врача Слоуна. Коллекции музея регулярно пополнялись за счет пожертвований титулованных меценатов, выкупа античных скульптур и вас. Каирский национальный музей – это более 100 залов на двух этажах, полторы сотни тысяч экспонатов, доступных для просмотра, и еще более 30 тысяч в хранилищах. В невероятных размерах вестибюль и все это Каирский музей. Пять тысяч лет истории древнего Египта проходят перед глазами посетителей, погружая в неизведанный и покрытый тайном мир одной из наиболее развитых цивилизаций древности. А вот история Эрмитажа, одного из самых крупных музеев России, началась в 1764 году. Энтузиасты прикинули, если уделить каждому экспонату хотя бы по минуте, понадобится не меньше восьми лет на осмотр всех собраний ценностей. А расстояние, которое придется пройти ценителям прекрасного в пределах Эрмитажа, составляет 20 километров. Сегодня в рубрике «Мой город» речь тоже пойдет о музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля, который совсем недавно отметил столетие со дня основания. Музей хранит множество раритетов, существующих в мире в единственном экземпляре. Но главное, чем известен музей – это предметами, которые в свое время принадлежали хозяевам дворца. Наши корреспонденты Евгения Хавлина и Анастасия Старушкова отправились на юбилейную выставку, посвященную 100-летию музея. И остались под большим впечатлением от увиденного, услышанного и предложенного интерактива. В эфире рубрика «Мой город». Всем привет! Сейчас мы находимся во дворце Румянцевых Паскевичей на выставке «Музейные истории», посвященном 100-летнему юбилею, в музее Дворцово-паркового ансамбля. Для ребят были подготовлены интересные и познавательные игры и интерактивы. А погрузиться в увлекательный мир старины нам поможет старший научный сотрудник Ольга Гвоздь. Очень рада приветствовать вас на нашей выставке. И, как вы правильно заметили, этот зал – это скорее зал инсталляции. Как можно видеть, здесь представлено минимум экспонатов. Фактически их всего лишь несколько. И совсем немного фотографий. Зато здесь приглушенный свет, доминирующий, говоря, высоким стилем, красный цвет, который даже нас как будто бы слегка подавляет. И весьма любопытная конструкция, которая представляет собой наш дворец. Видите, на нем нарисована такая огромная мишень. И вот эти многочисленные копья, направленные во дворец, прямо в него и летящие. Но вы, наверное, понимаете, что никто в прямом смысле не метал копья во дворец. Это было бы весьма несмысленно и жестоко. Поэтому эти копья – это не насказание. Они отсылают нас к тем событиям, которые происходили в тот самый период, когда наш музей образовался и развивался. Этот зал посвящен этому периоду с 1919 по 1941 год. Именно эту копьбу мы здесь и рассматриваем. После революции, непосредственно связанной с ней, какое еще событие последовало? Гражданская война. Гражданская война. Абсолютно верно. Действительно, это событие было едва ли не еще более драматичным для истории нашего дворца-музея. Дело в том, что в 1919 году здесь, в Гомеле, вспыхнул с рекопытовский мятеж. И во дворце случился сильнейший пожар. После того, как белые и красные поворождовали и обстреляли дворец со стороны реки. Центральная часть была охвачена огнем, и очень-очень многое из наших великолепных коллекций в этом пожаре погибло. Так что мы можем считать гражданскую войну одним из копий? Конечно. Совершенно верно. Мы переместились во второй зал, где в специальных экспозиционных зонах мы узнаем, как экспонаты возвращались в музей после войны и создавались коллекции. Звучит интересно, не так ли? Так и есть. Мне уже не терпится начать. Тогда скорее приступим. Действительно, путешествие наших музейных предметов в Сталинград и обратно было очень драматичным. Уехало более 7 тысяч экспонатов. Вернулось буквально несколько сотен. И даже те, которые приехали обратно, к сожалению, имели весьма-весьма печальный вид. Как правило, они были разобраны и разломаны на множество деталей. Поэтому нашим реставраторам потребовалось очень много времени, фактически несколько десятилетий для того, чтобы эти предметы вновь собрать воедино, вернуть им их в первозданный облик. Иногда некоторые предметы были настолько загадочные даже для самих музейных сотрудников, что восстановить их первоначальную форму было весьма-весьма проблематично. И сейчас вы сможете убедиться в этом на личном опыте. Давайте пройдем к нашему небольшому столику, где вы сможете почувствовать себя музейным реставратором. Кто-нибудь может присесть? Вот перед вами всего лишь три фрагмента некоего загадочного предмета Х, который нам предстоит восстановить. Давайте попробуем это сделать и отгадать, что же это за предмет. И это действительно сложно понять. Но если мы немножечко пофантазируем, как сделала в свое время наш главный хранитель Татьяна Алексеевна Шона, то, возможно, что-нибудь придет нам в голову. Это называется ритон, и это аналог современной аромалампы. Вы не поверите, но мало кто даже из музейщиков после военного периода мог предположить, что такое существует. Знаете, как его восстановили? Совершенно случайно наш главный хранитель взял несколько предметов и просто приложил друг к другу. Это было вдохновение. И таким образом они обнаружили, что это единый предмет. В настоящее время фонды нашего музея насчитывают уже более 250 тысяч экспонатов. Но когда-то, конечно, их было значительно меньше. Из эвакуации вернулось крайне мало предметов. И, конечно, главной задачей научных сотрудников того времени было собрать новые коллекции. И здесь, на этой длинной-длинной стене, мы представляем первенцев, если можно так сказать, наших коллекций. Наша коллекция иконописей, которой мы очень-очень гордимся, коллекция бытовых предметов, иллюстрирующих городскую жизнь, коллекция живописи, графики, изображений на фарфоре и так далее и тому подобное. И где-то здесь, среди множества этих первенцев, затерялся наш самый-самый первый сынулечка, наш первый экспонат, по которому присвоен номер КП-1 сразу после Великой Отечественной войны. Я предлагаю вам этот предмет отыскать. Что же это такое и где он прячется? Вот КП-1, портрет Героя Советского Союза. Отлично! Я вас поздравляю! Вы действительно нашли самый первый наш экспонат, который был присылан номер КП-1. И это действительно живопись. Это живописный портрет Героя Советского Союза, блестящего партизана Гомельской земли, Емельяна Игнатьевича Барыкина. Итак, ребята, мы находимся в последнем третьем зале. Экспонаты, находящиеся здесь, обладают очень интересной историей возникновения. А также здесь есть находки, которые рассказывают сами о себе. Интригующее название. Что же оно обозначает? А это мы узнаем прямо сейчас. Действительно, в этом зале у нас представлены говорящие экспонаты. Очень многие удивятся, но наши предметы, предметы в этом зале, действительно обладают голосом. Скажу по секрету, на самом деле, конечно же, это не их голос. Это голос специально приглашенных актеров, актрис и так далее, которые рассказывают об этих экспонатах от их лица. То есть, я серебряный пубок, я наградной кортик, я икона Божьей Матери Августовская. Вот таким вот образом. Как вы уже правильно отметили, все предметы без исключения в этом зале имеют интересную историю. Они либо попали в музей необычным путем, либо сами по себе ценные, либо находились у каких-то высокопоставленных или другим образом прославившихся лиц. Сейчас я предлагаю вам сыграть со мной еще одну небольшую игру. Я прочитаю вам несколько историй от лица самих предметов, так как их слышат наши посетители. Где имя предмета, когда он представляется, я заменю «Х». Словом «Х». Ваша задача – угадать, о каком же предмете идет речь и попытаться найти его среди множества представленных в этом зале. Я лечу, рассекая воздух плоским пером из стали наилучшего качества. Я – «Х», отмеченный знаком трезубцем. Я лечу к цели, чтобы, сразив ее, вернуться к своему высокородному господину, княжескому дружиннику или даже самому князю Ольговичу из рода Рюриковичей и подтвердить его славу меткого стрелка. Но я не вернусь. Мое предназначение полет сквозь века и с 12-го столетия в 20-е, где меня найдет экспедиция во время раскопок окольного града древнего Гомия. Но это еще не конец. До тех пор, пока не влазит интерес к прошлому, пока будут, внимательно изучив начертанный на мне знак Рюриковичей, говорить о дружинах и князьях, ратном деле и охоте, древних городах и государствах, до тех пор мой символический полет будет продолжаться. Как вы думаете, о каком предмете идет речь в этой маленькой истории, в этой маленькой биографии? Возможно, это какой-то предмет оружия. Так, совершенно верно. Плюс мы могли вычислить, что это предмет, который может использоваться не только во время сражений и боев, но еще и при охоте. Ну и, наконец, финальная подсказка для вас. Если вы внимательно слушали, то первое предложение у нас начиналось с слов «я лечу». Мало какие предметы оружия могут летать. Как вы думаете, что это? Возможно, это стрела. И вы совершенно правы. Действительно, это стрела, а вернее, это наконечник стрелы, потому что древко, к сожалению, не сохранилось. Давайте же посмотрим, где у нас может быть наконечник стрелы. А вот и наконечник стрелы. Совершенно верно, вы нашли его. Действительно, он находится в витрине, где представлена археология. Почему? Потому что его выкопали из земли. Кстати, здесь, на территории древнего града, это сердце которого было на территории современного Гомельского парка. И эта маленькая, казалось бы, с виду неприметная вещица отмечена трезубцем, знаком Рюриковичей, знаком княжеского рода. Это очень важная, ценная и интересная находка. Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие в историю одной из самых известнейших достопримечательностей города Гомеля. Время, проведенное здесь, было наполнено яркими эмоциями и красочными впечатлениями. Игровая программа дала нам возможность окунуться в свое историческое прошлое и получить уйму положительных эмоций. А с вами были Анастасия Старышкова и Хаблина Евгения. До новых встреч! Всем пока-пока! Друзья, наша работа над программой «Классный час» это прекрасная возможность прикоснуться к миру телевидения, познакомиться с интересными людьми. Вы знаете, некоторые ведущие решили поступать на журналистику, попробовав себя в этой сфере. Кто-то уже учится, а кто-то еще только планирует это сделать и усиленно готовится стать профессиональным журналистом. К числу последних относится и наша коллега, одна из ведущих программы «Классный час», Арина Синенок. Сейчас, кроме того, что она активно работает над созданием нашей программы, Арина еще занимается в студии журналистики областного дворца творчества детей и молодежи. А совсем недавно Арина стала победительницей международного конкурса Беларуси-Китай «Мост. Будущее». И сейчас она расскажет, как у нее это получилось. Привет, Арина! Привет! Рада видеть тебя в гости нашей программы. Рада посидеть на великом зеленом диванчике. Поделись впечатлениями от победы. Ты ожидала такой результат? Честно говоря, Даша вообще не ожидала. Я была в восторге. Я была в шоке от того, что у меня получилось. То, что я это сделала. Расскажи нам, что собой представлял сам конкурс. Конкурс – это конкурс проектов. Нужно было подготовить проект на какую-то из тем. Вообще он называется «Беларусь и Китай. Мост в будущее». А ты была сама в Китае? Конечно, была. Этим летом я летала в Китай, поэтому мне предложили поучаствовать как раз в этом конкурсе. Я согласилась, потому что мне показалось очень интересным это. Расскажи, на какую тему был твой проект? Почему выбрала ты именно ее? Тем на самом деле было много, но как только я прочитала список предложенных, я выбрала тему «Моя будущая профессия», потому что она мне показалась очень близкой и интересной. Я уже давно выбрала, кем я хочу стать. Ни для кого не секрет, что я хочу поступить на журналистику. Поэтому я решила объединить мою летнюю поездку в Китай и то, кем я хочу стать. Мне кажется, получилось очень интересно. А какая была задумка проекта и как ты ее реализовывала? В самом начале проекта я рассказала о том, что выбор профессии – это очень важный шаг в жизни каждого человека. И то, что я уже выбрала, то, что я буду поступать на журналистику. Куда-то за границу или в Белоруссию? За границу я еще покажу. И потом раскрыла тему, что журналистика – это очень интересно. Это знакомство с новыми людьми. Всегда, каждый раз, каждый день, когда ты едешь на съемки на какие-то. Это путешествия, конечно же. Это новые впечатления, эмоции и так далее. И то, что… Вот, например, путешествия. Я слетала в Китай, и я решила рассказать об этом. То есть у меня были такие заметки юных журналистов. Я так называла, реализовывала я проект очень быстро, потому что как-то я его в долгий ящик, все такое, решила оставить на последний момент. Буквально за один вечер я написала сценарий на пять минут. На следующий день я пошла скорее в наш дорогой дворец и в студию звукозаписи записала то, что написала сценарий, вот это все озвучила. Об этом мне помог Андрей Сергеевич Солнцев. Спасибо ему большое. Потом вместе с Галиной Владимировной Майоровой я делала видеоряд, фотографии, выбирала видео из Китая различные, делали большое-большое видео, такое интересное, подстраивали туда звук, разные эффекты накладывали, и получился вот так вот проект. Это было очень быстро, поэтому я совсем не ожидала, что будет такой результат. А как проходило само награждение? Награждение проходило как раз-таки в Минске, в Национальной библиотеке. Нас пригласили туда с моей мамой. 19 ноября мы поехали с утра в Минск, в нашу столицу, приехали в Национальную библиотеку. Прошло небольшое мероприятие, награждали победителей. Я узнала, что на самом деле там ребята очень долго готовились, там чуть ли не с мая. Я в сентябре, в самый последний момент, за одну ночь, отправила этот проект. Они готовились, я как-то не оставлю. И получилось то, что и они выиграли, и я выиграла. Это было очень приятно. Подарили нам дипломы, разные там сувениры, книжки. Расскажи, как давно ты начала заниматься журналистикой? Ой, журналистикой, Лер. Я начала заниматься года два назад. То есть меня это начало увлекать. Просто мне понравилось. Я была как раз-таки в студии у нас здесь, как гость. Как раз ты была ведущей вместе с Андреем. И мне это так понравилось. И почему-то захотелось тоже. А потом я узнаю, что сейчас проходит такой добор ведущих. Я прихожу на него. Вот свежно прошла его. С тех пор я являюсь ведущей, корреспондентом. Наши замечательные программы «Классный час». И как-то вот я задумалась о том, что я хочу поступить на журналистику. То, что мне это очень нравится. Это интересно. То есть помимо съемок я пишу статьи. Даша знает. Мы вместе ходим в студию. Отправляем тоже в разные журналы, газеты, печатают. А на какие темы ты писала? Статьи. Статьи я в основном пишу на темы разных мероприятий, на которых я побывала. Например, на конкурсе. Недавно тоже прошел конкурс «Творчество без границ» в Минске. Это международный конкурс. Там мы тоже заняли третье место. Также мы были недавно на «Юнисеф Толкс» в Минске. О нем тоже будем писать еще. А вот если говорить о нашей программе, что тебе больше нравится? Быть ведущей и снимать в студии? Или участвовать в выездных съемках? На самом деле это сложный вопрос, потому что и то, и другое. Это очень интересно. В студии нужно подготовиться хорошо, выучить сценарий. Это тоже как-то интересно. Это тренирует память хорошо. Тут приходит сразу много людей, которых интересно послушать, с которыми интересно пообщаться, познакомиться, сделать фотографии. Ну и в общем, снять программу классно, чтобы было эмоционально, весело, круто, креативно и все такое. А выездные съемки, в них что-то тоже есть свое. Такое необычное. То есть ты отправляешься в точку, где проходят события. То есть ты находишься в самом центре. Ты берешь интервью, только вот у ребят, допустим, ты приехал на какой-то конкурс, и они все волнуются, и у них сейчас уже должен он пройти. Словить этот момент. То есть вот смотрите, сейчас вы у меня берете интервью, я уже выиграла в конкурсе, я уже побыла на награждении, а там он только проходит. Вот вы находитесь в центре событий, где ребята только готовятся к тому, чтобы выйти на сцену или там сделать какой-то проект прямо сейчас. Вот это тоже очень интересно. Какая съемка тебе запомнилась больше всего? Ну если говорить про студию, то самая первая, она была в мае 2018 года. Я прям помню до тех пор, да. Мы снимались с семьей Барковским, это было очень волнительно, и мне кажется, это самая моя любимая съемка именно в студии. Ты ощущаешь, что с каждой передачей ты чувствуешь себя все раскрепощеннее? Ну конечно, приходит опыт, как-то общаться легче, становиться с людьми. На самом деле, мне кажется, что класса до седьмого я была намного тише. Сейчас, если у меня запросят один вопрос, я отвечу сразу на сорок. Вот. То есть, как это все поменялось. Особенно с тех пор, как я стала ведущей. Очень все поменялось. А если говорить, кстати, про вопрос, который задала Лера, про вопрос выездных съемок, мне больше всего запомнилась съемка, наверное, моей рубрики. Была выставка собак. Господи, я обожаю собак. Я очень хочу себе собачку. И там было столько собак. Они все такие красивые, все меня облизывали. Все ко мне прыгали на ручки. И всех нужно было погладить. Они все такие добрые, классные, хорошие, красивые и безумные. И это было настолько эмоций у меня. Просто каждую подводку на ходу, каждого просто с собаками говорила. Арина, ты очень харизматичный, энергичный человек. Откуда ты черпаешь энергию? Как ты вдохновляешься? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Потому что оно откуда-то очень стандартно все появляется. Просто потому, что мне нравится общаться с людьми. Потому что меня это заряжает. Вот я сейчас с вами общаюсь, у меня прям столько эмоций. Я очень сильно рада. То, что я пришла сюда, то, что с вами наконец-то пообщаюсь с Дашей. Давно не видела Леру, а тем более очень давно не видела. Во-вторых, от того, чем я люблю заниматься. То есть та же журналистика, тот же вокал. Я прихожу, меня это заряжает сразу столько идей всяких. В каких еще проектах и конкурсах ты хочешь поучаствовать? Ну, проекты пока что оставим на январь, потому что сейчас у нас декабрь. Очень много предновогодних праздников. Ой, новогодних праздников. Предновогодних. Это новогодняя атмосфера. Да, это же вообще нужно записать новогоднюю программу, которая будет очень классная, очень веселая. Нужно подготовиться также к губернаторской елке, которой я уже участвую пятый год. И третий год у меня роль Снегурочки. Вот. В моем красивом кокошнике. Нужно получить роль. Я уже записала ее в студии звукозаписи. Нужно подготовиться к детским утренникам, потому что детям нужно дарить радость. Получаю удовольствие и дальше от всего, что ты делаешь. С тобой мы еще увидимся. До встречи. Желаю тебе новых побед, успехов. У тебя все получится обязательно. И времени свободное. Спасибо большое. До скорой встречи. До скорой встречи, девочки. Пока-пока. Далее в нашей программе рубрика «Я талант». А в роли главного героя поистине талантливый человек Арсей Барков. Ему семь, и он прекрасно играет на балалайке. Серьезно занимается большим теннисом. Но как ведущий всевозможных мероприятий, он просто нарасхват. Элеонора Бочкарь отправилась к Арсею домой и познакомилась с его замечательной семьей. В эфире рубрика «Я талант». Всем привет! Как вы считаете, с какого возраста человек способен к самореализации? Мне кажется, что не существует каких-либо ограничений в этом вопросе. И этому пример наш сегодняшний герой Арсей, который разрушил абсолютно все стереотипы касательно этого. «Привет!» «Привет!» «Можешь рассказать о своих увлечениях?» «Я... Мне нравится школа. В школе мы много чего делаем. Больше всего мне нравится русский язык и математика. На математике мы решаем сложные задачи, примеры на умножение, на деление. На русском языке мы пишем». «Ты уже серьезный молодой человек, потому что обычно отвечают иначе. А именно, я играю в машинки, гуляю на улице, провожу время с друзьями. А ты молодец, думаешь об учебе, и это важно. А чем ты занимаешься в свободное от школы время все-таки? Теннисом большим, полулайкой». «А почему именно этот инструмент?» «Потому что, вот когда я пришел в музыкальную школу первый раз, и когда там был прослушательный концерт, балайка был такой самый веселый инструмент, самый задорный такой». «А ты можешь сказать то же самое про себя? Ты являешься задорным, веселым?» «Да». «Ну, по тебе и видно». А еще я знаю, что ты ведешь множество мероприятий. «У тебя не было никогда страха перед публикой?» «Нет, не было». «Нет? Ты сразу вышел на сцену зажигать?» «Да». «Тубой гранит науки» «Грызем усердным молочными зубами». «Какие мероприятия тебе запомнились больше всего?» «Больше всего, когда в Минске, вот сейчас, когда был День матери, запомнилось. Вот два таких самых ярких примера. «А что тебе больше нравится? Проводить мероприятия или читать стихи, что-то рассказывать?» «Проводить». «Тебе нравится общаться с публикой?» «Да». «И ты без меня не смогла бы узнать, зачем нужен лобзик? Неужто лобзать? Тиски нам зачем? Может, тискать кого-то? Подшипник? Что это? Шипами чего-то? Так много чего, что могло пройти мимо. Но вот оно счастье! Быть мамою сыном! «С тобой, Орсей, я совсем не согласна. Быть мамой мальчишек, но просто опасно. Быть мамой мальчишек, конечно, не то. Солдатики, ружья, в задержках пальто, там грязь под ногтями, с друзьями борьба, стать девочкой мне подарила судьба». У вас такие талантливые дети. Мне бы хотелось узнать, как вы подходили к их воспитанию. Все, что мы делали, когда, начиная с младшего возраста, мы, когда они только начали ходить, мы, ходя по улице, постоянно с ними разговаривали, показывали, учили. То есть, это был постоянный разговор, что на улице, что дома, что, я не знаю, в машине. То есть, мы постоянно разговариваем с детьми. Потом, с раннего возраста, начинали их учить и математике, и русскому, просто общению. В спорт очень рано стали приобщать, потому что мы сами, родители, очень любим спорт и занимаемся. Как бы у меня нет какой-то формулы конкретной, просто постоянно занимаемся с детьми. А как вы к этому пришли? Вы читали какую-то литературу? Хороший вопрос. У меня очень много друзей спрашивают об этом. Мне стыдно признаться, но читаю я мало, пока, потому что постоянно заняты с детьми. Нет, я никого не читала, ни психологов, ни каких-то учителей. Просто наблюдая за чужими детьми, ходя по улице, наблюдая, как родители играют с детьми, просто постоянное наблюдение, делала какие-то выводы. И вот, вот, приходили к своему и так учились детей своих. То есть, твой визуал, да? Да. Правильно, да? А как давно ты занимаешься теннисом? Два года. Два года? И не надоело? Нет. О, ты молодец. И спортивный, и умный, и симпатичный. Отлично. Спасибо, что ответил на все мои вопросы. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Спасибо тебе. Всего хорошего. Думаю, вы все убедились в том, что Арсей очень талантливый и целеустремленный ребенок. А с вами была Леонора Бачкарь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Только что вы видели блистательное выступление воспитанников спортивного клуба Спортданс. Дело в том, что в Гомельской школе номер 45 уже 12 лет преподается спортивная аэробика. Это единственная в стране школа, где помимо привычных предметов преподается спортивная аэробика. Возможность заниматься этим красивым видом спорта есть у воспитанников спортивного клуба Спортданс. Спортсмены много работают, у них отличные результаты, их знают во многих странах Европы. А руководитель клуба Светлана Кашанская стала судьей международного класса и вошла в судейскую коллегию на вторых европейских играх. Таких успехов воспитанникам клуба удалось достичь при поддержке директора школы Константина Сергеевича Киржанова. Сегодня Константин Сергеевич у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Он пришел, конечно же, к нам не один, а с руководителем спортивного клуба Спортданс Светланой Владимировной Кашанской и воспитанницей клуба Дианой Соковской. Здравствуйте. 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 Уважаемые гости, расскажите, как зарождался клуб, кому принадлежала идея его создания. В 2007 году я пришел в 45-ю школу работать, и Светлана Владимировна тоже пришла в этом же году. И возникла такая идея спортивной секции, ритмика и танцы, первоначально это называлось. И идея была такова, что создать визитную карточку для школы. Какие-то флеш-мобы, черлидеры и тому подобные вещи. И мы с Исланом Владимировной поставили перед собой задачу создать такой имидж для школы, визитную карточку, которую мы бы везде показывали. И, в общем-то, мы начали над этим работать, у нас начало получаться, нас приглашали на различные мероприятия, открывать их, где-то участвовать. И в один прекрасный момент мы, наверное, осознали, что мы можем где-то на профессиональном уровне себя заявить. Ну, наверное, так все и начиналось. И мы попробовали, у нас получилось. И вот уже, наверное, получается на протяжении 12 лет. А думали ли вы тогда, что клуб будет так успешно работать? Ну, нет, конечно. Почему? Потому что мы не ставили перед собой целью, в общем-то, выходить на какие-то большие соревнования. Это было больше на привитие детям здорового образа жизни. И на протяжении 12 лет это были различные формы работы. В клубе занималось от, наверное, 150 в одно время, там, до 40 человек, вот сейчас там 40-50. мы искали все время различные виды работы. Но основной смысл был в том, чтобы приучить детей к здоровому образу жизни, к регулярными занятиями спорта, приучить, что это здорово и весело. Когда у нас начало получаться, мы, в общем-то, вышли на международный уровень. Здесь уже появились другие приоритеты, ребята начали серьезно готовиться, и даже самые маленькие уже осознали, что вот они могут получить отдачу от собственного труда уже здесь и сейчас. Когда они выезжают на международные соревнования, подчеркиваю, им дают медали, они стоят на пьедестале, включается гимн Республики Беларусь, и они уже понимают, что это их достижение. И тренер, прежде всего, сейчас нацеливает их на результат. Светлана Владимировна, до этого вы были учителем танцев. Не страшно было вам браться за такое ответственное дело, как обучение детей спортивной аэробики? Ну, дело в том, что как учитель танцев я сама не ожидала, что мы выйдем на такой высокий уровень. И это было все постепенно. И начинали мы с малого, и каждый раз, поднимаясь по ступенькам, мы понимали, что мы можем еще подняться дальше. Мы начинали с республиканских соревнований, а затем перешли на международные. И, конечно, есть разный статус соревнований. Есть республика, есть область, и есть международные соревнования, которые тоже разные по статусу. Есть просто международный турнир, а есть этап Европы, есть этап мира. Если мы на международных турнирах, да, мы участвуем не только достойно, но и получаем медали, мы в призерах, то вы же сами понимаете, мы же не школа Олимпийского резерва, но мы можем уже позволить достойно участвовать в таком статусе, как этап мира, этап Европы. Поэтому все это идет постепенно, от ступеньки к ступеньке. И на сегодняшний день у нас в школе первый взрослый разряд, это уже не удивление, не новость, у нас уже кандидаты в мастера спорта. И, к сожалению, по возрасту мы еще не можем присвоить мастера спорта по спортивной рубике, потому что есть определенный регламент, и это можно только с 17 лет. У нас еще таких деток нет, взрослых, а результат мы уже показываем. Диана, вот вопрос к тебе, а как давно ты занимаешься в спортдансе? Я занимаюсь уже на протяжении 9 лет. В спортданс я пришла в первом классе, был отбор, ну, были детки со всей школы, нам показывали какие-то упражнения, мы повторяли, я прошла этот отбор. Спустя какое время после начала первых занятий ребята завоевали медаль? На третий год обучения. Первый, второй год это однозначно нет. Как правило, это ребята третьего класса, мы набираем с первого класса им по 6 лет, и к концу третьего класса у нас обычно республиканские соревнования, наш чемпионат в Беларуси, это, как правило, апрель-май месяц, вот они пробуют свои силы. Диана, а какие у тебя были эмоции, когда ты поняла, что ты прошла отбор и теперь будешь заниматься в спортдансе? Я очень радовалась, и когда я пришла, у нас, нам с Владимиром сделала группу, это 5 человек. И я помню, я постоянно тренировалась, тренировалась, чтобы выступать в соло, для меня было соло прям, о, ну вот, очень хотела, потом достигла, потом на меня с Владимиром обратила внимание, мы тренировались, тренировались. сейчас я уже кандидат в мастера спорта, но выполнила мастера, но в нашем виде спорта надо достичь определенного возраста, чтобы получить мастера спорта, ну, я пока еще маленькая. Ты уже определилась, кем будешь в будущем? Еще нет. Нет еще? Нет. В любом случае, мы желаем тебе удачи. Спасибо большое. Как думаете, благодаря чему ребята достигают таких результатов? Самое первое, что необходимо, это те условия, которые создаются на базе 45-й школы. Заинтересованность администрации, руководителя. Инициативу мне подсказал Константин Сергеевич. И пока это интересно руководству, пока это интересно руководитель, потому что вся организационная часть, это, конечно, на директоре школы. Вы же понимаете, что кроме танцев есть общие образовательные предметы, вот поэтому по организации это сложно очень. Это зависит от руководителя. Ну, конечно же, мой интерес, желание тренироваться наших деток. Существенную роль играют родители. Поскольку мы выходим на такой серьезный и неожиданный для нас уровень чемпионат мира и Европы, спортивная аэробика переходит уже в разряд профессиональной гимнастики. И вы, наверное, слышали или знаете, что в евроиграх это был один из видов спорта, включенной в евроигры. И поэтому нам нужно откуда-то черпать свои знания по той же гимнастике и акробатике. И вот я пользуюсь случаем, хотел бы поблагодарить директора школы гимнастики Олимпийского резерва. У нас есть такая школа в Бумеле, номер 4. Директор Войтыкунас Виктория Владимировна. Она специально для нас организует консультации. Нас консультирует тренер по акробатике Поприяненко Елена Александровна и по спортивной гимнастике Нина Владимировна Клименова. Ребенок должен хотеть сам тренироваться и ему должно это приносить удовольствие. От тренера зависит мотивация, да и нужно помогать родителям. Это выступление на площадке ему должно приносить кучу эмоций, радость и вдохновляться, наверное. Пойти от самого сердца. Да. Чтобы ему это нравилось. А сколько раз в неделю ты тренируешься? Я тренируюсь каждые 5 дней в неделю и в субботу мы со Славой Владимировной ездим в спортивную школу. Диана, расскажи о своих самых больших успехах. Я была уже во многих странах и у меня есть разные медали. Есть медали из Литвы, то есть у меня раньше была комбинация 12-14 лет. У меня самая любимая медаль, наверное, это я первый раз выступала в этой номинации и в Литве, в городе Каунасе я там заработала третье место. У меня еще тогда не было 12 лет. Это, наверное, самая запоминающая моя медаль. Также мы недавно приехали из Эстонии. Там награждали финалистов. Я попала в финал. Шестая тоже очень запоминающая была. Сейчас я в возрастной категории 15-17 лет. Также есть медали из республики. Я там занимала первые места. Также, когда помладше не награждали еще медалями, были дипломы просто. Среди белорусов я занимала первые места. Диана входит в состав молодежной сборной Республики Беларусь. Она так скромно все это рассказывает. Светлана Владимировна, расскажите о своей судейской работе. То, что касается судейской работы, то для меня это вообще было очень неожиданно. Появилась потребность в суде в Республике Беларусь. Мне было предложено участвовать. Сначала я была судьей по спорту, потом первой категории, потом национальной. Стал вопрос, кого отправить на международные курсы. И мной был в 2013 году сдан экзамен на международную категорию судьи. На сегодняшний день в Республике Беларусь есть две судьи международной категории. Одна из них это профессор кафедры гимнастики нашего Белорусского государственного университета физкультуры. Ну и второй судья это учитель школы номер 45. То есть я. И для меня это тоже было неожиданно, это очень ответственно, это очень серьезно. А в этом году вы знаете, что были вторые европейские игры 2019 в Минске и Белорусская ассоциация гимнастики. Конечно, мне доверяет, но еще было более приятно международной федерации гимнастики. Я была назначена судьей в состав международной судейской коллегии. Моя задача была быть судьей на протестах. Другими словами, инкварио. Это очень серьезно. Судья принимает протесты от участвующих команд. Знаем, что не так давно вы проводили в своей школе соревнования по спортивной аэробике. Расскажите, как все прошло. 23 ноября мы проводили открытый чемпионат на кубок клуба спортданс. Мы пригласили своих друзей из Минска и проводили соревнования с нашими командами и минскими командами. Цель вообще, несмотря на то, что для меня, несмотря на то, что это соревнование, идет какое-то противоборство между участниками соревнований. Но для нас это была такая дружеская встреча, для того, чтобы дети посмотрели, что они могут сами, сравнили себя, сравнили рост свой. Кто-то встретился с теми людьми, с которыми давно знаком по площадке, то есть тренера. Для нас это своего рода дружеская встреча. Я ее воспринимаю именно так. Понятное дело, что была большая подготовка, то есть порядка 80 человек приехало, детей вместе с тренерами, родители приехали. Поэтому там нужно было провести серьезную подготовку для того, чтобы провести эти соревнования. Я так думаю, что у нас все получилось. В вашей школе много внимания уделяется спорту. Расскажите, в каких направлениях развиваетесь еще? Да, на самом деле мы пытаемся не просто привлечь детей, но создать саму атмосферу, какое-то движение. То есть на базе 45-й школы достаточно много реализуется мероприятий в рамках движения «Рух дворовых гульням». Если наши телезрители слышали, то есть я думаю, что они слышали, где реализуется такая социальная инициатива, как помочь детям вспомнить, что такое дворовые игры. То есть мы проводим целый ряд таких мероприятий. Вот мы в 2018 году на базе 45-й школы открылась площадка по воркауту. Опять-таки благодаря этому движению «Рух дворовых гульням» она на сегодняшний день открыта для всех желающих. вот уже в этом году 2019 прошло два можно сказать республиканских соревнований по воркауту на базе нашей площадки. Вы большие молодцы. Мы желаем вам успехов, новых побед и ярких эмоций. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Вера, скажи, а у тебя есть друзья-мальчишки или ты в основном общаешься с девочками? Ну, ты знаешь, Даш, я все-таки больше поддерживаю общение с девочками, но это совсем не говорит о том, что я не контактирую с мальчиками. Думаю, ты меня поймешь, что в некоторых ситуациях, в некоторых моментах с мальчиками общаться намного проще, нежели с девочками. Вот. И я считаю абсолютно нормальным дружеские отношения между мальчиками и девочками, хотя многие люди придерживаются такого мнения, что между мальчиками и девочками дружбы быть не может. Что ты думаешь на этот счет? Ты общаешься или ты сама? Есть ли у тебя друзья мальчики? Да, есть. Я считаю, что это всегда интересно, возможно, увидеть точку зрения или услышать с другой стороны ее, от мальчиков, потому что мы, девочки, видим все иначе. Да, это правда. А вот интересно, что по поводу взаимоотношений между мальчиками и девочками говорят психологи? Как раз на эту тему состоялся разговор с психологом у нашего корреспондента Карины Дубовец. И даже не с одним, а с двумя психологами сразу. Давайте послушаем их разговор. Всем привет! Сегодня в нашей рубрике очень интересная и полезная тема, которую активно обсуждают все подростки и даже их родители. Взаимоотношения между девочками и мальчиками, дружба и симпатия. О таких тонкостях расскажут нам замечательные психологи, которые точно знают толк в этом деле и обязательно посоветуют нам что-то полезное. Что же такое влюбленность? В первую очередь это эмоция. То есть человек состоит из нескольких условно, скажем, частей блоков. Одна из этих частей, одна из сфер это эмоционально влюбленность. Поэтому влюбленность это чувство, да? И какие эмоции захватывают? Яркие, да? Прям вспышка зачастую. И где-то в шутку, может быть, вы видели такие фотографии, когда в животе у девочки бабочки летают, да? Вот это состояние воздушности, восторга. Это же приятное состояние, правда? Это же здорово, хорошо, интересно. В то же время состояние влюбленности это такой, скажем, чистый физиологический момент, когда происходит всплеск гормональный. Любовь не всегда бывает взаимной. И как преодолеть неразделенную любовь? К сожалению, не всегда чувства бывают взаимные. И здесь очень важно не потерять себя. Не бойтесь обратиться к родителям, потому что у каждого из них и у мамы, и у папы был тоже опыт этой самой первой влюбленности. И несмотря на то, что вам кажется, что вас не поймут, родители понимают прекрасно эти все переживания своих детей и будут вам в этой ситуации самым лучшим другом. Если же родители все же не понимают и по каким-то причинам ты не можешь обратиться к родителям с этим вопросом, то тогда обязательно посмотри фильмы. Сейчас на самом деле пестрит интернет замечательными фильмами о первой любви с положительным концом. О том, что на самом деле жизнь не заканчивается, на том, что тебя кто-то не любит в ответ на твою любовь. Ну и очень важно стать лучшей версией самого себя, заняться саморазвитием, оторваться от гаджета, выйти в реальный мир. Карл Юнг, такой замечательный был австрийский психолог, который занимался изучением мужской и женской, скажем так, личности. И вот он установил такой момент, что в каждом из нас в мужчине и в женщине присутствуют четыре архетипа или четыре начала. Мужские и женские. Женские – это архетип музы, архетип девочки, архетип хозяйки и архетип королевы. Мужская составляющая, значит, четыре архетипа – это архетип атлета, архетип героя, архетип наставника и архетип знатока. Хочу предложить тебе, Кариночка, простую игру. Посмотри внимательно вот на вот эти куколки и выбери для себя то, что тебе больше всего одевается. Какая вот девочка из четырех нравится тебе больше всего? Я думаю, я бы выбрала вот эту. Ты можешь ее прямо взять в ручки? Да. Расскажи мне, вот о чем она для тебя? Ну, так как я подросток, я думаю, она похожа немного на меня. Она, мне кажется, добрая, у нее добрые глаза, хозяйственная в будущем. Еще ей предстоит многое узнать и разобраться в себе. А сейчас она ищет себя, мне кажется, так. Здорово. Ну, на самом деле, вот эти все куколки, каждая из них отвечает за какую-то свою важную часть, составляющую. Если мы будем развивать каждую из этих частей, то мы будем целостными и замечательными личностями. Вот этот архетип музы, то есть это девочка, которая как раз-таки влюбляет в себя, вдохновляет мальчика на какие-то подвиги, на какую-то мужественность, на какую-то надежность. Это тоже важная составляющая нашей личности. Вот это у нас архетип девочки, то есть такая вот куколка, нежная, лирическая, романтическая. Она любит мечтать, она радуется подарком. Это та самая девочка, которую очень любит папа, которая всегда рядышком сядет, будет папу вдохновлять, будет папу радовать. И опять же, это та самая часть, которая очень важна для того, чтобы девочка оставалась девочкой. То есть это истинная такая искренняя женственность. И мне кажется, что это та самая часть, которая в подростковом возрасте должна стоять на первом месте. То есть это то самое время, когда мечтаешь, когда сочиняешь стихи, когда рисуешь, когда творишь, когда занимаешься креативностью. И вот эту часть в себе рекомендую развивать каждой девочке, подростку в первую очередь. Мне интересно, легко ли обмануть такую девочку? Ну, конечно, легко обмануть. Поэтому есть еще четвертая часть, вот у нас такая архетип королевы, скажем так. Это та самая девочка, которую не обманешь, потому что она привыкла логически мыслить, которая привыкла заниматься самообразованием, которая увлекается науками, которая умеет уверенно сказать «нет», которая умеет постоять за себя, которая надежно защищает все остальные три женские архетипа. То есть вот это вот очень важная такая часть, каждая из вас. И я призываю каждую девочку тоже в себе ее развивать. Ну и мужские наши архетипы тоже очень важные, да? То есть вот посмотри на эти куколки и скажи мне, какая из этих кукол мужских образов отзывается для тебя больше всего? Я думаю, мне нравится вот этот, Кира. Потому что, мне кажется, идти более постарше, и это не для меня, а такой идти. Ну, на самом деле, вот девушки-подростки очень часто выбирают среди четырех представителей архетипов именно архетип героя. Почему? Потому что он похож на Брэда Питта, наверное, да? Это тот самый парень, который защитит, который принесет цветы, который будет добиваться, который будет, возможно, даже сочинять, опять же, стихи, который будет везде и всюду говорить о том, что ты единственная, ты вот для меня очень важна и ценна. Ну, это вот хорошо и здорово, когда этот герой действительно все, что он говорит, это истинное. А часто бывает, что это все делается для окружающих, для своих сверстников, для своих друзей, с тем, чтобы показать, какой он значимый. Но на самом деле это не есть истина. Здесь еще у нас такой есть архетип спортсмена-атлета. Тоже действительно для мальчиков очень важно в этом возрасте заниматься физикой, да? То есть обязательно заниматься спортом, приводить свое тело в порядок, потому что то, на что обращают внимание девушки, да, и женщины постарше, это хорошее физическое тело, состояние физического тела. Это даже важно на генетическом уровне, потому что каждый из нас выбирает потенциального папу для своих будущих деток. И следить за своим телом очень важно мальчику, мужчине молодому, ну и в дальнейшем. Ну и еще у нас осталось два таких персонажа. Конечно, ты их не выбрал, они у меня здесь прорисованы с бородами, но это тоже очень важно. То есть это у нас наставник. Верность, надежность, преданность. То, что важно развивать каждому парню, начиная там с 10, наверное, лет, и формируется это тоже дома. Но точно так же замечательно формируют это и книги, и самообразование, и общение с равными. И последний тип у нас – знаток. Это парень, который занимается изучением всевозможных наук – математики, физики, точных наук. Он погружен в мир изучения, скажем так, школьной программы и дополнительного какого-то образования. Это тот человек, который может подсказать, помочь, опять же, решить контрольную работу. Я считаю, что все четыре архетипа для каждого из нас очень важны. И вот очень важно, чтобы эти все архетипы дружились между собой, чтобы не было дисбаланса в сторону какого-либо из этих самых типов. Потому что если будет перебор в сторону нашего вот этого ученого, то получится так, что все вокруг воспринимать его будут как кого? Как ботаника. Если будет перебор в сторону нашего вот этого спортсмена, то будут воспринимать его просто как тупого качка, скажем так, который не занимается, не знает ничего, пишет безграмотно в социальных сетях и ничего, кроме качания бицепсов, не умеет. Поэтому очень важно заниматься, скажем так, развитием всех четырех составляющих – женских, мужских. Спасибо, что ответили на все мои вопросы. И благодаря вам я поняла, что как раз сейчас нужно узнавать и создавать себя. И на сегодня все. Всем пока. А у нас следующее гости. Знакомьтесь, Кристина Жура, воспитанница Калинковичской детской музыкальной школы искусств. Этой осенью Кристина завоевала гранд-при международного фестиваля конкурса детского и юношеского творчества «Яскрава краина». Конкурс проходил в Чернигове. Кристине удалось обойти более 40 вокалистов-участников. Привет, Кристина. Здравствуйте. Вместе с Кристиной к нам в гости из Калинковичей приехал ее педагог по вокалу Галина Степановна Новик. Здравствуйте. Здравствуйте. Кристина, поздравляем тебя с успешным выступлением. Ты большая молодец. Расскажи о своих впечатлениях о конкурсе. Мне очень этот конкурс понравился. Особенно, когда мы приехали в гостиницу, мы встретили много детей с разных уголков Украины. Мы познакомились с ними и хорошо проводили время. Больше всего мне запомнилось, как мы посетили экскурсию по Чернигову. Я не ожидала, что Чернигов такой красивый, старинный и большой город. А какую песню ты исполняла на конкурсе? Я исполняла две песни. Одна песня была белорусская. Это Ирина Дорофеевой «Пульс моих вилин». А вторая была «Сулико». Это была джазовая импровизация на тему грузинской песни «Сулико». Галина Степановна, вы были рядом во время поездки. Как вы оцениваете конкурс самого выступления Кристины? Скажу сразу, мы не первый год туда ездим. И с каждым годом уровень этого конкурса все выше и выше. Что конкретно касается выступления Кристины, то, скажем так, меня не очень удивило то, что она стала победителем этого конкурса. Потому что... То есть вы были уверены? Ну, как бы я была уверена, что она, ну, может быть, не абсолютным победителем будет, но что-то займет. Вот. Она по жизни такой очень скромный человек, очень такой стеснительный. Но когда выходит на сцену, совершенно преображается. От нее такой посыл идет, такой энергетический, такой мощный. И вот все, кто смотрит на нее из зала, сразу понимают, что это вышла звезда. Поэтому я, когда увидела ее выступление, я поняла, даже по реакции жюри, по реакции зрителей, которые там были, что мы молодцы. Кристина, мы знаем, что приятным бонусом для тебя стал сертификат на недельный тур в Болгарию. Это очень здорово. Наверное, с удовольствием отправишься отдохнуть. Да, я давно мечтала побывать в Болгарии. Ведь я люблю путешествовать. Ведь я за границей была только в России и в Украине. Ты не так давно занимаешься вокалом, правильно? Как все начиналось? Да, я третий год уже учусь. Все начиналось с того, что я захотела поучаствовать в конкурсе «Зажги свою звезду». Я выступила и заняла первое место. Меня тогда увидели и пригласили заниматься в музыкальной школе. Я согласилась, прошла, и я целый год училась. «Зажги свою звезду» – это наш районный конкурс калинковичский. Ведь изначально Кристина жила не в Калинковиче, а в районе. Приехала выступать, с ней никто не занимался. Она просто выступила. Мы заметили, что у нее замечательные природные данные. И предложили ей поступать в нашу музыкальную школу. Она согласилась. И родители тоже были за... Особенно дедушка. Да, Кристина? Да. Дедушка, в принципе, и занимался тем, что привез ее, договаривал. Она поступила к нам. Первый год. Вы представляете, насколько сильна у нее тяга была к искусству. Она первый год ездила в Калинковиче из района. Отзанимавшись в своей школе, да, там, в первой смене у нее занятия были, во вторую смену ее привозили к нам на занятия. Это целый год был. Потом они с родителями переехали уже в Калинковиче, и нам стало гораздо-гораздо проще. Теперь мы уже рядом со школой живем, и нам легче чаще встречаться. Это невероятно. Ты еще только, можно сказать, начинаешь осваиваться на сцене, но на том числе уже много масштабных конкурсов и ярких побед. Расскажи о них подробнее. Когда я переехала в Калинковичи, опять приходил этот конкурс, я заняла там уже гран-при. Затем мы ездили в Прилуки, это Черниговская область, я заняла первое место. Затем мы ездили в Чернигов, я повторюсь, я заняла гран-при. Еще она забыла добавить, что она принимала, вернее, стала финалисткой национального отборочного тура международного детского конкурса «Витик-2019», который проходил в этом году в Орше. Она стала финалисткой. Мы не победили, конечно, и не выступали на самом этом конкурсе, но это тоже третий этап, это большое достижение для нас. Да, Кристина? Да. Кристина, когда уже выходишь на сцену, чувствуешь себя раскрепощенно или все-таки присутствует волнение? Вот когда ты стоишь сценой, ну, каждый артист волнуется. Конечно. А когда выходишь, ты сразу успокаиваешься. Вы же возили на конкурс не только, Кристина. Да, конечно. А как выступили остальные воспитанники? Вы знаете, у нас как бы богата земля на таланты, поэтому мы возили, я лично возила пять участников, пятерых, в разных возрастных группах. Все выступили очень достойно. В старшей группе у нас тоже первое место было, а и второй у нас парень и девушка в старшей группе пели. Кристина, какие песни тебе нравится исполнять больше всего? Больше всего мне нравится исполнять джаз. Какую музыку ты любишь слушать? Разную. От классики до рока. А есть ли у тебя какие-либо другие увлечения помимо вокала? Да, есть. Я люблю рисовать. Я вот в районном конкурсе заняла второе место, я рисовала Мирский замок. Как вы планируете двигаться дальше по творческому пути? Ну, у нас есть, конечно, планы, причем такие достаточно большие. Мы вот в Болгарию собираемся съездить летом. Там тоже будет международный конкурс. Собственно говоря, ей этот сертификат и подарили для того, чтобы она там бесплатно проживала и приняла участие в этом конкурсе. Тоже бесплатно. Ей ничего не нужно будет, никаких средств вкладывать. В Витебске будет международный детский конкурс, тоже поедем. В феврале мы в очередной раз едем в Черниговскую область, в Прилуке. Там замечательный конкурс, местецкие бары проходят. Мы туда тоже уже ездим. Мне первый год. Нам нравится. Кристина, желаем, чтобы твоя творческая жизнь становилась все ярче. Спасибо. Пусть у тебя будет много красивых песен, которые будут покорять жюри снова и снова. До встречи. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. С вами были мы, Валерия Дробышевская и Дарья Чуйкова. Смотрите классный час по воскресеньям и понеделикам на телеканале «Беларусь. Четыре Гомель». До новых встреч в эфире. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!